Слотокинг. Лиха королев чекает на тебя. Зрители всегда тоже вам рады. Геннадий Владимирович, как и мы. Газовый терминал «Новотек» взорван, горел он не один час, практически сутки. Работа его парализована. Напомню, принадлежит он, как по крайней мере говорят, другу Путина Тимченко. И вот некоторые эксперты наши и не только лишь считают, что именно такие операции являются самым эффективным методом остановки агрессии. Что, мол, Путин, который видит, что горит не только уже что-то на Белгородщине, Брянщине, а видит, что горят объекты, которые принадлежат его близкому окружению, может, и прямо это может сказаться на финансировании войны, отхода воевать у него отобьется. Я вот не согласна с этим утверждением. А вы? Ну, я думаю, что на Путина сейчас это уже не влияет. Вот то, что его там друзья или его не друзья, этот терминал принадлежит компании «Новотек». «Новотек» – это Михельсон, там есть Тимченко, там есть ряд других акционеров. Я некоторых знаю лично в своей жизни. Когда-то общался давно. Вот. Я не думаю, что иметь какое-то значение. Да, Тимченко входит в ближайший круг. Да, Тимченко, как говорят, предоставил свою яхту для празднования 40-летия Алины Кабайу, по крайней мере. Так утверждают СМИ. Вот. Но все-таки Тимченко ему друг, но война дороже. Ведь эта война идет не, как бы так сказать, не с Украиной, если вот мы говорим по сути мотивов, главной, ключевой сути войны, то война идет за упрощение и сохранение власти Путина. И проигрыши в этой войне для него означают возможную смерть. Давайте так вот по-честному скажем. В принципе, с ним могут забраться таким образом, что не удержав власти, если в результате поражения власть ослабнет, на что мы, конечно, надеемся, то режим может коллапсировать и вряд ли там Путин выживет. Вот так вот, если мы говорим абсолютно откровенно. Сейчас Путин сражается за свою жизнь. И в этом смысле сгорит ли терминал у его друзей-миллиардеров, которым он позволил заработать десятки миллиардов долларов? Я думаю, что нет. Если мы говорим о психологическом эффекте удара по терминалу, да, это есть, безусловно, но все-таки это очень быстро проходит, этот психологический эффект. Поэтому будем считать, что главная цель этого удара, и, наверное, это абсолютно неправильно удары, и Украина имеет право за эти удары, это лишение российской армии боеснабжения. То есть, имеется в виду боеснабжение не только там снаряды, мины и ракеты, это еще техника, которую надо заправлять, нужно привозить туда переработанную нефть, то есть топливо, горючее, солярку и так далее. И любой удар по снабжению армии, это удар по самой армии. Тут Украина имеет полное абсолютное право наносить удары по инфраструктуре, снабжающей армию. И удары эти продолжатся, по крайней мере, как говорит наш главный разведчик Украины, Кирилл Буданов, интервью Financial Times, мы делали, будем делать и делаем ту работу, которая перед нами стоит, и наши спецслужбы, и атакуем мы только военные объекты, конечно же, и ядерного удара мы не боимся. В то же время мы видим, что россияне этот ядерный шантаж никуда не отбрасывают, путинский режим, Лукашенко выходит, говорит, спасибо, благодарит Путина, знать, что тот разместил у него ядерные Искандеры, не смешите мои Искандеры, или все-таки они хотят подогревать сейчас этот градус ядерный, как полагаете? Ну, им деваться некуда. Я об этом говорил с первых дней войны, что ядерное оружие будет главным пугалом, потому что, ну, собственно говоря, мы прекрасно понимаем, что объявив войну всему миру, фактически, Путин эту войну не выиграет. Он ее точно не выиграет. У него сейчас вообще задача ее не проиграть. А выигрыша сейчас уже и даже речи не идет. Вот поэтому, конечно, они будут использовать этот джупинг, они будут использовать ядерный шантаж. Это влияет на определенную, так сказать, часть западной коалиции, безусловно. Не учитывать риски ядерной войны. Как говорится, никто не имеет права. Мы обязаны это учитывать. Но то, что Путин понимает, что при применении ядерного оружия будет совершенно иная ситуация, и то, что вряд ли в этом ситуации останется жив, его прямо предупредили о специальных ударах, которые могут последовать по его личным бункерам, о его местонахождении. Я не думаю, что это представляет какой-то секрет для западных разведок. Поэтому я думаю, что вот это является страх смерти по стране Путина, является сдерживающим фактором, в том числе от применения ядерного оружия. Поскольку, ну, понятно, что это будет совершенно иная война, совершенно иной уровень противостояния. Поэтому я думаю, что как ядерный шантаж, я вообще говорю, что ядерный шантаж нам придется с вами пройти. Это неприятная процедура. Это нельзя, как говорят, размахивать шашкой и говорить, что мы ничего не боимся. Нет, мы, конечно, все боимся ядерной войны. Это нормальный страх любого нормального человека во всем мире. Не дай бог разразится война с применением вот этого оружия и массового уничтожения. Но мы понимаем, что риск его применения минимален. И агрессор должен быть наказан. Отсутствие наказания агрессора может привести уж совершенно точно к ядерной войне, в отличие от того, что происходит сейчас. Поэтому среди этих двух зол приходится выбирать меньшие. Агрессор должен быть наказан на поле боя в Украине, должен быть разгромлен. И это мировая задача. Украина потребует отказа России от ядерного оружия полностью. При подписании мирного соглашения этот пункт должен быть прописан. Зафиксирован отказ России от статуса ядерного государства. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью «Тага Шпигель». Геннадий Владимирович, я как-то не вижу, что это возможный сценарий. Или все-таки, если будет, когда, точнее, будет полное поражение России на поле боя, то не окажется иного выхода у тех, кто будет подписывать со стороны Российской Федерации. Это явно будет не Путин. Так мы полагаем все и полагают наши и польские, в частности, коллеги. То уже у них не будет иного выхода, и этот пункт будет несен. И какова тогда, может быть, судьба вот этого всего ядерного потенциала? Мы помним там около пяти тысяч, по крайней мере, о чем они заявляют, ядерных боеголовок. Ну, мне кажется, все-таки, что это абсолютно нереалистично. Это можно было Германии навязывать условия при ультиматуме, при капитуляции, ультимативные требования. А с Россией такого не произойдет же. Мы понимаем, что победа может быть одержана военная только в Украине, в Майами, в тех местах, где будет проявлена агрессия, где будет проявлено движение на чужие территории. Там будет одержана победа. А вот что касается, допустим, полного военного поражения и капитуляции, такого не будет. Мне кажется, сейчас на этом не надо сосредотачиваться. Потому что ядерное оружие – это такая штука, которая не может быть ликвидирована в одностороннем порядке. Совершенно очевидно. Потому что, давайте так говорить, Путин и приходит, и уходит, а геополитические проблемы остаются. При наличии Китая, вооруженного до зубов, и, как утверждают западные эксперты, активно наращивающие, якобы активно наращивающие свой ядерный потенциал, совершенно понятно, что отказа от ядерного оружия не будет. Это эмоции. Я бы так сказал, что это эмоции, которые не имеют под собой, ну, по крайней мере, на ближайшие несколько десятилетий реальной перспективы. Между тем, Путин собрался попхаться к своему другу, по крайней мере, самым близким другом, так называют его в Северной Корее. И об этом Центральное телеграфное агентство Республики пишет. А Путин туда поедет, по всей видимости, еще клянчит снаряды, может, и не только. Ким Чины, напомню, при этом тоже трясет ядерную войну. И, как пишут западные медиа, он готов просто-таки на это есть у него решимость. Власть Кирилл Буданов говорит, что просить оружие у КНДР – это просто полнейшее унижение для Путина. Но единственное, что спасло его ранее уже от поражения на Украинском фронте, потому что если бы тот миллион и больше боеприпасов не дала Северная Корея, то уже песенка была бы, возможно, и спета. Насколько действительно это унижение? Видит ли сам Путин в этом унижении? Или он просто как раз видит в этом очередную помощь в целях достижения и продления войны, без которой, как мы уже упомянули, для него просто будет верная смерть? Ну, я думаю, что все это преувеличено. Понимаете, вот я по-человечески понимаю украинскую сторону. Хочется обнадеживающих новостей, хочется какого-то вот такого света в конце туннеля, хочется быстрее закончить эту войну, быстрее победить. По-человечески это все понятно. Но давайте мы там будем говорить по-серьезному. Да, конечно, постыдное сотрудничество Северной Кореи, безусловно, постыдное. Но оно не менее постыдное сотрудничество и с Ираном. И не менее постыдное сотрудничество с людоедскими тираниями в Африке, в Азии. Не менее постыдное взаимодействие с Хамасом. Хамас опять в Москве. Мы с вами видели недавние, так сказать, кадры. И так далее. То есть, мы сейчас рассмотрим внешнеполитическую деятельность России. Она представляет из себя сплошное унижение и позор. Но это не означает, что, допустим, Северная Корея для Путина свет в окошке. И без нее, без Северной Кореи, он дальше не сможет продолжать войну. Он просто использует те возможности, которые может использовать. Может использовать Китай для товарного, допустим, насыщения рынка. Он его использует. Может использовать Турцию как транспортный хаб. Он использует. Может использовать, предположим, Индию для продажи и перепродажи нефти, в том числе Европы и другие страны демократии. Он это делает. Он делает то, что может ему сейчас плевать на все эти унижения и позоры. Потому что у него, как я сказал, главная задача выжить. А в этих условиях любое сотрудничество, так сказать, оно хорошо, которое помогает. Вот так построена психология и идеология Кремля на сегодняшний день. Но здесь не безобидно это сотрудничество с Северной Кореей. Я думаю, что, конечно, дурацкие советы. Я думаю, что это так уже сделано. Но на месте западных спецслужб, разведок и так далее я бы обратил внимание более пристально на это сотрудничество. У меня такое впечатление складывается. Пока это только впечатление, что Россия может расплачиваться с Северной Кореей не только и даже не столько деньгами, сколько технологиями. Например, ракетами. Вы же видели, что сейчас Ким Чен Ын запустил баллистическую ракету на твердом топливе. Это все-таки уже более современная технология, чем предыдущие ракеты, которые использовали жидкое топливо. Оно очень опасное. И чаще взрывается, и меньше срок службы. Там масса проблем с жидким топливом. Твердотопливные ракеты гораздо более, скажем так, современные и надежные. Поэтому мы видим, вполне возможно, что там какие-то могут быть и ядерные компоненты. Мы этого не знаем. Может быть, там технологии двойного назначения в применении ядерной энергии. То есть, вот это опасно. Потому что Ким Чен Ын тоже начал размахивать ракетами. И это произошло после того, когда регион началось более широкое сотрудничество с Россией. И вынется в какой-то конфликт. Тут не все так безобидно. Ну, то есть, тут вообще ничего не безобидно. Тут, я боюсь, еще опаснее, чем мы думаем. Поэтому я бы просто призвал мировое сообщество, конечно, вот эту вот сферу сотрудничества России и Северной Кореи. Там может быть все, что угодно. И с Ираном тоже. Ведь Иран нуждается в ядерных технологиях. Иран нуждается в ракетных технологиях, баллистических ракетах дальнего действия. Все эти технологии у России есть. И они могут быть экспортированы. Как и ядерные компоненты. Это очень опасная штука. Она не такая вот безобидная. Она не только и не столько обозначает позор российской внешней политики, что, безусловно, есть. Она еще обозначает, она еще усиливает опасность распространения ракетных технологий, ядерных технологий. И это представляет прямую угрозу миру. Тем временем мир продолжает все равно принимать Россию на больших геополитических площадках. В частности, вот 12 часов 45 минут потратил конь Сергей Лавров, именуемый себя министром иностранных дел. И, облетая недружественные страны, без каких-то приключений и коллапсов, долетел до Нью-Йорка. И там он примет участие в заседаниях светобезопасности ООН по Ближнему Востоку по войне в Украине. Россия это созвала, а за день до этого, видимо, чтобы было в чем обвинять киевский террористический режим, рассказала по средствам своих российских военкоров, то есть военных пропагандистов и информационных преступников, о том, что Украина как будто бы обстреляла рынок текстиль в Донецке. Сообщили о 28 погибших, хотя силы обороны Украины утверждают и гарантируют, что огонь в этом направлении даже не велся, чему мы, конечно, более склонны верить, потому что Россия вот себе нашла такую зацепку. О чем же говорить? Боевые комары уже всех утомили. Почему продолжает вот на такие инициативы Российской Федерации реагировать организация Беременных Наций? И как много шантажа и цинизма, и манипуляций еще остается в дипломатических козырях Кремля, чтобы вот так на мировых аренах сейчас продолжать этим всем побрязкивать? Ну, меня удивляет другое. Меня удивляет другое, что эти мировые арены до сих пор еще открыты для путинских военных преступников, коими являются Лавров и все прочие. Вот меня это удивляет. И слушают сидят. Лавров пролетел в ООН. Совет безопасности. Совет безопасности от чего? Да, от агрессии стран. Ну, значит, я считаю, что давать ему слово и приглашать его, или давать ему визу для прилета в Соединенные Штаты Америки нельзя. Он военный преступник. Вот пока они не будут объявлены военным преступникам, помните, мы с вами много месяцев назад все время говорили о том, что вопрос признания России государством террористов, спонсором террористов террора, вопрос о признании их военными преступниками, по крайней мере, может быть, не признание военным преступникам, а объявление подозреваемое в совершении военных преступлений. Вот это надо делать. А то в Европе участвовать на заседаниях, совещаниях по сотрудничеству и безопасности Европы. Ребята, какое-то издевательство. Приезжает агрессор, который устроил войну в Европе, которая затронула практически все страны, ну, по большому счету, с учетом, так сказать, западной коалиции, вот этой коалиции, помогающей Украине. Идут постоянные интенсивные военные действия. Гибнут десятки тысяч, там, и больше людей. Угрожает постоянно агрессор ядерным оружием уничтожения в Европе. Его приглашают. Ну, приезжай, дорогой, расскажи нам, как ты будешь строить сотрудничество с нами и обеспечивать нашу безопасность. Но это вот не маразм? Да, это да. Может быть, я на другой волне, может, я что-то не понимаю, может, я уже отстал от жизни, может, сейчас какие-то другие новые тенденции, когда агрессор и преступник, и убийца сажают за стол переговоров и ведут с ним умные беседы о смысле жизни, я просто не понимаю вот этого. Поэтому я бы, например, сейчас не давал визу въездную Лаврову в Соединенные Штаты Америки. И вообще заявил о том, что он нежелательная персона ни на каких переговорах. Вот когда мы говорим, сейчас мы, российская оппозиция, призываем отказать в признании легитимности вот этому Путину, вот этим так называемым выбором, это вот как раз об этом. Если вы откажете в признании узурпации этой власти и объявите, что для вас Путин никакой не лидер, выборы нелегитимны, власти в России нет, тогда вот возникнут прямые последствия требований не приглашать этот военный сброд преступников никуда. Они должны чувствовать международную изоляцию. И вот эта вот половинчатость решения западной коалиции, с одной стороны, мы поддержим Украину, подаем ей возможности противостоять агрессии, сопротивляться, отставить свободу и независимость. А с другой стороны, мы с этим агрессором сидим за одним столом и выслушиваем его бредни, лживые, даем ему трибуну, и после этого какие-нибудь там непонятно, так сказать, непонимающие ни черта странные, допустим, там, Азии, Африки, Латинской Америки, начинают там, а может действительно все-то не так однозначно, а может действительно там не все так просто, а может там действительно виноват НАТО в том, что Путин начал агрессию, ну и так далее. Вы понимаете, вот это все плохо пахнет, дурно пахнет. Сотрудничество с Россией, с ее криминальным руководством, с, так сказать, признанием Путина президентом при том, что его разыскивает Международный уголовный суд за преступления, чисто конкретные. Меня извините. Вот тут нужно либо крест снять, либо трусы одеть, как вот в известном анекдоте. Пока мы видим, что можно ходить с крестом на шее и без трусов. Вот это пока, к сожалению, продолжается. И это как раз вот, здесь уже позор международной политики цивилизованных стран, западной коалиции. С одной стороны, Роб Бауэр, командующий силами НАТО в Европе, Грандшапс, министр обороны Великобритании, говорят, надо готовиться к войне с Россией. Эпоха перемирий и такой тишины закончилась. С другой стороны, они пускают этого террористического козла во всех его проявлениях в свой же шагарот. Конечно. Самое главное, что Анчу не понимает, что он вчера с Хамасом общался, ручкался. Да. О чем договариваться? Я не знаю. А о чем? Хамас приезжает в Москву к себе как домой. Даже ноги не вытирают. Я о чем с ним разговариваю? Вот я тоже не понимаю. О чем можно разговаривать с Лавровым, кроме как о капитуляции, сдачи и, так сказать, в поезде в ГАГу? Ну, не о чем. Уже не о чем. А между тем он не едет в ГАГу, а летит. Да, летит в... Он выходит на трибуну. Он, да? Он в ГАГу между тем не едет, а летит. Летит в Нью-Йорк к трибуне ООН. Двенадцать часов спокойно. Да, да, да. Ему надо в ГАГу лететь, и в ГАГу лететь, давать там показания. А он летит в Нью-Йорк и будет лапшу на уши вешать всему миру. Еще вот с этой провокацией надо разобраться по Донецку. Что там на самом деле произошло. Если Украина утверждает, что в этом направлении не было никаких пусков, а какие-то ракеты попадают по жирным кварталам или там по рынку и гибнут люди. С этим надо очень серьезно разбираться. Если это чудовищная провокация, как вы вообще можете с такими людьми ближе трех километров рядом находиться? И, между прочим, Сергей Гармаша, который сам родом из Донецкой и главный редактор издания «Остров», говорит, что местные жители, которые даже в некоторые времена были склонны верить пропаганде, уже давно научились различать, откуда что летит, и утверждают, что с украинской стороны действительно никаких прилетов. Вчера, 21 января, когда Россия начала запускать эту информацию, по всей видимости, сами инициировали обстрелы, не происходило. Ну, я думаю, что разбираться, конечно, вряд ли кто-то захочет, тот, кто разговаривает с Лавровым. Ну, видимость будут создавать. Не, не, ну, надо все равно поставить этот вопрос. Я думаю, сейчас там висят спутники, я думаю, сейчас стоят радарные станции, я думаю, сейчас там много чего, есть и средства технического контроля. И если это провокация России, это в корне меняет ситуацию. Мы с вами помним там провокации гитлеровского режима, нацистского режима, которые тоже там бомбили под чужим флагом свои собственные, так сказать, поселки и города. Вот это уже в мире использовалось. Мы знаем, что такое бывает, когда у власти безумный диктатор с безумными идеями. Так это вообще в стиле путинского режима такие провокации устраивать бесконечно. Потом во всем обвинять киевский террористический режим, как они нас называют. Геннадий Владимирович, я тут ни одно интервью, ни один день слушала Бориса Надеждина. Конечно, я не услышала о том, что он говорит, что собирается заканчивать СВО, против которого он как будто выступает, как называет Путин войну, путем окончательного вывода российских войск с территории Российской Федерации, с территории Украины, на территорию Российской Федерации на границе 1991 года. Об этом он не говорит. Он вспоминает Конституцию Российской Федерации, при этом, правда, пункт 9, который предполагает изменение Конституции. Возможно, этим предполагают, что потом они выпишут незаконно вписанные, аннексированные наши территории оттуда. Но это он не уточняет, конечно же. Говорит вновь о референдуме, что надо спросить местных жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий, где они с кем хотят быть. А мы уже референдумы видели, такие в кавычках псевдо-крышки, Крым, он тоже говорит на вопрос, ничего не отвечает, потому что так в Конституции написано, он следует Конституции, продолжает он это повторять. В то же время обещает, что ему война не нужна, ее продолжение, но готов потратить много лет для каких-то мирных переговоров. Это что касается войны России с Украиной. В то же время обещает, что если бы он победил, в чем он сам, правда, сомневается, то он бы просто поменял всю Россию. Мы видим очереди людей, которые идут с подписи ставить, для того, чтобы его зарегистрировали кандидатом, пока он напомнит только кандидат в кандидаты. 30 миллионов рублей, он говорит, уже собрал буквально за первые дни января поддержки со стороны россиян. Что вы видите за всей этой историей? И все-таки тот факт, что у масс в России просыпаются такие чувства, это какой-то маленький акт понимания того, что нужно что-то менять, даже пусть нас, мягко говоря, не устраивает, но вот хотят видеть Россию без Путина? Да, хотят видеть Россию без Путина. И почему мы сейчас поддержим сбор подписи, поддержку Бориса Надеждина, мы очень хорошо его знаем, и лично, и прочее. В точке зрения политической, ввести избирательную кампанию жесткое антипутинское, антивойное направленность в России невозможно. Это понятно. Поэтому Борис Надеждин не может быть нашим кандидатом, но он сейчас кандидат против Путина, такой объективный, вернее, ну, как бы так сказать, такой вот виртуальный кандидат. И поэтому мы поддерживаем то, что люди стоят, чтобы показать, что они против... Вот, по сути дела, все люди, которые пришли подписать эти листы, они, наверное, понимают, что ничего не будет, но они этим самым показали свое отношение к путинскому режиму. И впервые в истории последних двух десятилетий России стоят очереди из желающих поставить свою подпись. Такого еще не было. Это вот протестное настроение, почему мы поддерживаем сейчас эту кампанию по сбору подписей, потому что она наглядно демонстрирует, публично демонстрирует, открыто и, в общем-то, безопасно, что очень важно для России, антипутинское настроение в стране. Поэтому мы как раз сбор подписей... Это, как бы так сказать, такой хороший сигнал людям, что вы думаете, что все за Путина, далеко не все, и многие люди это показывают совершенно откровенно и совершенно честно. Вот, поэтому саму кампанию сбора подписей мы поддерживаем, но мы прекрасно понимаем, что никакой политической риторики антипутинской, антивоенной, открытой быть в этих условиях не может, поэтому ни один из кандидатов, который не заявит жестко, что война должна быть закончена, путинский режим ликвидирован, оккупированные территории возвращены в Украину, ни один кандидат, который, если ни один кандидат не заявит этого, конечно, никакой поддержки не будет. Но собрать подписи, показать, что люди вышли, хотя бы так, это полезно. А как вы полагаете, его все-таки Кремль зарегистрирует или дадут отмашку, видя такую активность, и как он набирает обороты и со сбором подписей, и денег, просто остановят это на корню? Вот это вот сложно сказать. Потому что, понимаете, они же себя безопасят тем, что в руках цик. Как там люди не будут голосовать, знаете, как это есть циничная такая, такое высказание, не важно, как голосуют, важно, как считают. Поэтому они, конечно, себя обезопасили от любых случайностей. Я лично думаю, что они не зарегистрируют Бориса Надеждина, но исключать этого тоже нельзя, поскольку он, как бы, игры им не портит сильно. И с жесткой критикой ни войны, ни Путина, ни оккупации, ни геноцида творящегося не выступает. И если они, может быть, скажут, если ты и дальше в таком ключе будешь работать, вот не касаясь острых тем, острых вопросов, ну, хрен с тобой, будешь нам помогать легимитизировать выборы. Я не исключаю и такого варианта. Хотя лично я думаю, что за вариант не зарегистрировали, ну, где-нибудь там 85-90% и процентов 10, что могут зарегистрировали, чтобы показать, типа, что выборы, ну, как, с их точки зрения честные. Поэтому мы сейчас с вами гадаем на кофейной гуще. Я лично думаю, что вариант не зарегистрировать имеет намного больше шансов, чем вариант регистрации Бориса Надежда в качестве кандидата в президенты. Ну, а тенденции от россиян, его поддерживающих, думаю, неприятны для Кремля и перекашивают все равно там лица, что уже неплохо. Две новости, один вопрос. В Башкортостане силовики продолжают похищать участников протестов, хотя сами протесты после 19-го числа, когда переместились частично в Уфу, пока подутихли. Больше 30 человек, участвовавших в акциях на поддержку Фаиля Алсынова, были задержаны. Связи нет, родственники не знают, где они. А наше главное управление разведки говорит, что Путин, проводил и проводит всероссийский форум «Малая Родина, Сила России», для того, чтобы показать, что нет никакого общественного напряжения, оправдать свои преступные действия и показать, что вот Россия для всех. Просто таки. Кажется, что действия и желание Путина показать, что Россия для всех и Сила Малой Родины есть, не сходятся с теми событиями, которые мы лицезрели в Башкортостане, а может еще и увидим. Ну, Путин фарисей и лицемер, какая там Малая Родина главная. Главное, у нас уничтожено муниципальное самоуправление полностью превращено в фикцию. Совершенно, так сказать, у мэров вообще ничего нет, кроме возможности подворовывать и попадать, например, за решетку. Губернаторы сейчас также лишены всяких, ну, регионы, давайте говорить, делали в губернаторах регионы, сейчас лишены каких-либо вообще полномочий практически полностью. даже кадровую политику в своем регионе они не могут самостоятельно осуществлять. Я уж там не говорю про бюджет и прочее, прочее, прочее. Поэтому все это, знаете, я даже вот какое-то, пытаюсь сейчас подобрать какое-то сравнение, не могу, но там, грубо говоря, как потерявший голову, он начинает плакать по волосам. А какие-нибудь хорошие, давайте мы их оплачем, так сказать, потому что, смотрите, какие красивые волосы. Ну, то, что голова отрублена, это уже, извините, так сказать, технические проблемы. Вот поэтому вот что-то похожее, потому что полностью уничтожена вся региональная самостоятельность, все принципы федерализма, все принципы муниципальных отношений уничтожены. Страна превращена в тоталитарно-мунитарную страну с чиновничьим таким жестким управлением, в основном силовики, доминируя в чиновничьей среде. И это вот такая большая казарма, где, так сказать, любые мельчайшие вопросы решаются окриком главного начальника в Кремле. Вот что-то такое. Поэтому, что малая родная сила, но какая там сила, если из нее выкачано все, что только можно выкачать, я имею в виду, из муниципалитетов, из регионов. И потом, вы понимаете, в России два типа власти. Первая – это власть такая политическая, словаря, кадры и так далее. А вторая – власть финансовая удавка. То есть, двойные приводные механизмы, двойные приводные ремни управления регионами. Первая – это политическая власть, создание всех полномочий, лишение регионов полномочий, решение их бюджета, самостоятельности и прочее. А вторая – это финансовая удавка. Забрать все деньги, пусть они на церквях приползают в Москву, унижаются, просят, лобозают сапоги, и, может быть, мы им за лояльность, за это что-то будем давать. Вот два приводных ремня управления регионами. Конечно, объективный конфликт между регионами и центром, он существует, он никуда не денется, до тех пор, пока существует такая система управления, такая, он грубый, пока существует Путин в Кремле. Но проблема в чем? Почему сейчас вот не произошло того, на чем мы там, допустим, думали, надеялись, ждали? Башкирский протест не был поддержан в других регионах. И вот это вот ключевая проблема. Потому что они посмотрели, осмотрели, все тихо вокруг и спокойно, никто не бунтует, не протестует. Поддержки у башкир, ну, я условно говорю, башкир, в башкирском бунте нет никакой. Ну, и начали мочить организаторов, участников, активных членов вот этого протеста. То есть, посмотрели, что нет поддержки. Если бы была поддержка, там, как бы Дагестан вздвигался бы, допустим, Татария, и так далее, какие-то пошли бы регионы, которые стали бы отстаивать свои права. Тот же Хабаровск, опять-таки, встал и сказал, отдайте нам фургала, уберите своего, этого клоуна под названием губернатора из ЛДПР. Вот это Дегтярев, Господи, по-моему, не выскочил из главы. Миша Михаил Дегтярев, по-моему. Вот. То есть, если бы были такие протесты, прокатились по России, ну, мог бы быть, другая была бы реакция. Другое было бы наполнение всего этого конфликта, смыслом определенного. А так, получился локальный конфликт, который, общими усилиями сейчас, ну, еще, может, не подавлен, но активно разрушается. Это конфликт изнутри, в смысле, не изнутри, а репрессиями жандармов и полицаев. Геннадий Владимирович, а как вы видите, насколько глубоко, далеко могут пойти жены мобилизованных, которые уже штурмовали офис предвыборный штаба Путина в России? И так кажется, что они молчать тоже не намерены. Уже там за ними посылают каких-то в темных курточках в гражданского обличья не товарищей, но пока они их не трогают, потому что, видимо, это будет совершенно негожая картина перед 17-15 марта для Путина. Но, тем не менее, они идут дальше, идут. Может, до Кремля дойдут? Ну, они могут дойти до Кремля, но у Кремля высокие стены. Дойти до Кремля это еще не означает достучаться до Кремля. Извините за эти особенности русского языка. Поэтому физически они, может быть, и могут дойти до Кремля, а вот войти в Кремль вряд ли сумеют. Ну, наверное, может быть, с ними кто-то выйдет поговорить из чиновников Кремлевской администрации навешать лапшу на уши. Я думаю, что это вопрос как раз серьезный, который пока нерешаемый российской властью. И эти настроения на фронте могут нарастать. То есть, я говорю настроение на фронте, потому что, безусловно, люди на фронте, они дают, как бы так сказать, такой эмоциональный сигнал, а что же там делать. И, наконец-таки, возбудились родственники воюющих, они начинают посерьезно говорить. по-серьезному за них переживать. И, естественно, это все, ну, пока не имеет решения. Пока власть не знает, что с этим делом. Если по-честному. Дело там не в женах. Они же не жен боятся. Они боятся, что мужики с оружием в руках начнут бузить на фронте. И вот этого они боятся. Безусловно. Поэтому и не трогают. Но посмотрим, как будет развиваться конфликт. Мне самому интересно. Я не знаю, насколько это массовое явление. Пока мы видим там десятки женщин, которые участвуют в этих акциях. Но если их будут тысячи или десятки тысяч, это будет уже серьезно. Пока они считают, что конфликт достаточно массовый, недостаточно влиятельный, могут его пока игнорировать. Но, на мой взгляд, судя по поведению, как ведет себя власть, похоже, что они пока решили вот так вот попытаться где-то проигнорировать, где-то попытаться кого-то там в индивидуальном порядке поработать, как-то купировать, как-то редуцировать этот конфликт имеющимися подручными средствами. Посмотрим. Мы посмотрим по масштабам. Если это будет разрастаться масштаб, то это будет для власти серьезная проблема. Геннадий Владимирович, будем смотреть, комментировать, анализировать. Спасибо вам большое, что каждую неделю я имею возможность с вами пообщаться, наши зрители, послушать наши диалоги. До новой встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. С ним была я, Ирина Узлова. Друзья, спасибо большое, что были вы вместе с нами. Поставьте, пожалуйста, лайк нашему разговору, если вам понравилось. Также подписывайтесь на YouTube 24. Это мало того, что будет нам приятно, так еще и поможет в нашей работе и продвижению наших бесед с просторами YouTube. Благодарю вас. Берегите себя. Верьте в вооруженные силы Украины. Приходите к нам снова. Вместе победим. Приходите в вооруженные силы Украины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...